физкульт привет друзья и ученики отвечаю на очередной вопрос и звучит он так какое упражнение подобрать чтобы задействовать низ широчайших чтобы треугольник начинался максимально низко друзья я удивлен что вы задаете такие вопросы по той простой причине что не раз уже говорил я и многие другие люди блогеры тренера да и логика подсказывает что мышца всегда работает целиком и полностью невозможно воздействовать на какой-то отдельный сегмент мышцы чтобы он работал другие не работали понимаете чтобы вы не делали какое упражнение мышца любая всегда будет работать от начала крепления до конца по принципу все или ничего поэтому если кто-то вам говорит что можно как-то воздействовать на низ широчайших на вес широчайших на пик бицепса человек просто ничего не понимает ничего не соображает кто-то говорит вот я делаю такое то упражнение у меня пик бицепса такой-то увеличился или я делаю это упражнение у меня широчайшие там вот увеличились а здесь нет друзья все это дело и особенно пик бицепса и низ широчайших простая генетика как вам родители заложили насколько низкое крепление широчайших это кстати большая редкость и повезло тем у кого широчайшие крепятся низко тем естественно больше они будут смотреться от того что вы будете тренировать их на гипертрофию но вы не сможете каким-либо упражнением опустить низ широчайших это просто невозможно это фантастика иначе посмотрите на многих профессионалов у которые высокие широчайшие неужели вы думаете о нем не разбираются в тренинге не знают как это делать они давно уже это сделали это же то же самое касается и пика бицепса нельзя какой-то сверхъестественной силой супер упражнением сделать пик бицепса если генетически он у вас не существует тренируйтесь тренируйтесь грамотно тренируйтесь базово минимум упражнений максимум вложенных усилий и тогда ответ на те усилия которые вы прикладываете будет максимальным и конечно же обращайте внимание на ваше питание потому что набираем мы мышечную массу или сжигаем жир целиком и полностью зависит от питания тренингом мы только помогаем мы только можем улучшить ухудшить или повернуть процесс вспять всегда помните об этом и помните также о том что нет тренировок на рельеф на рельеф можно только грамотно питаться ну что друзья надеюсь что очередной миф развеян и вы получили грамотную информацию увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока